МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! С вами Ольга Полякова и мои помощники Боря и Миша. Мы отправляемся в самодельное путешествие и приглашаем вас с собой. Мам, а у нас потерялись пять фишек от Калахы, и мы не можем сыграть. Помоги нам, пожалуйста. Давайте мы с вами поговорим о том, как сделать эту замечательную игру и о том, как в нее играть. Я думаю, что некоторые наши зрители об этом не знают, и им будет интересно. А отправимся мы сегодня в Африку. Дело в том, что Калах – это разновидность игры Манкала, которая популярна в странах Африки. Для того, чтобы играть в эту игру, ничего сложного не нужно. А на что мы заменим? Я сейчас расскажу. Если очень хочется сыграть в Калах, а вы находитесь на улице, достаточно начертить на земле или на песке, или на асфальте. Шесть луночек с одной стороны, шесть с другой, по две большие. Найти по шесть камушков для каждой лунки, и ваше нехитрое оборудование для игры будет готово. Но мы находимся дома. У нас под рукой есть цветная бумага, и белый лист бумаги, и дрожжей. Большой лист бумаги, вот такой белый, это будет наше игровое поле. Нам нужны лунки с одной и с другой стороны, и две большие лунки в Калах для каждого игрока. Давайте их сделаем из красной и зеленой бумаги. Мишуль, дай мне, пожалуйста, ножнички. Я буду красной, хорошо? Ты будешь красной, хорошо. Давайте мне. Так, сейчас давайте вот что сделаем. Бочка, ты вырезай, пожалуйста, большую лунку Калах. Посмотри, вот здесь и вот здесь. Нужно ее скруглить. Можно. Так, Миш, то же самое. То же самое, вырезаешь зеленую большую лунку Калах. Лунки и большая лунка Калах у одного игрока будет красная, у другого зеленая. Я думаю, это будет красиво. А я буду делать кружочки, которые будут обозначать маленькие лунки. Борячка, скругли, пожалуйста. А я сделаю маленькие лунки. Я сверну лист бумаги. И вот у меня уже есть заготовка для целых трех лунок. Так. Подровняем. Приблизительно такого размера нам нужны шесть лунок одного цвета для одного игрока и шесть для другого. В 1893 году американец Вильям Чемпион организовал промышленный выпуск игровых комплектов. Он же дал игре название Калах по названию пустыни Калахари, где, по его утверждению, игра сохранилась в первоначальном виде. У меня готов большой Калах. И у меня. Так. Давайте посмотрим. Так. Теперь мы можем расположить маленькие лунки с обоих сторон. Единственное, что у нас Калах обычно находится справа. Поэтому зеленые лунки мы расположим здесь. А Калах – это большая лунка, в которую складываются выигранные фишки. Вот так. Так, так, так. Да. Я думаю, большие лунки не обязательно располагать так же, как было на исходной игре. Мы их можем расположить так, как нам удобно. Например, вот так. А в качестве фишек мы можем использовать кружочки или фигурки любой формы из бумаги. Мы можем вырезать их из картона, из любой картонной коробки от каши. И наша игра будет готова. Но я думаю, что она будет гораздо более нарядной, если мы используем цветное дрожжи. Давайте разложим. В каждую лунку кладите по шесть штучек. Ну, что у меня помогут? Да. Все, у меня готово. Так. У тебя в каждой лунке по шесть? Уже семь. Посмотрите, лишнее все убираем. Так, шесть, шесть, шесть. А как мы будем есть? Шесть, шесть. А какие мы будем есть? Есть будем из общей баночки. Так, все. Ну вот, наше импровизированное поле для игры готово. Можно начинать играть. Единственное, что мне не очень нравится, такое поле очень легкое. Ну, естественно, луночки можно приклеить. Его легко будет здесь с собой в путешествии. А фишки всегда можно найти где-нибудь в ближайшем магазине сладостей. Но такое поле не будет ровно лежать без ровного стола. Это не всегда удобно. Поэтому я предлагаю сделать еще один вариант игры, а потом мы расскажем зрителям, как в такую игру будем играть. А для того, чтобы сделать другой вариант игры, мы с вами возьмем вот такую вот бамбуковую салфеточку. Еще мы с вами возьмем ротанг. Это лоза. Она декоративная? Ага. Окрашенная. Да. Так. Приклеивать ротанг мы будем клеевым пистолетом. А ребята помогут свернуть колечки из ротанга. А это будут инструменты для работы. Нам понадобятся нитки двух цветов. Я хочу, чтобы фишки во время игры не раскатывались. Поэтому лунки у нас будут такие, в которые фишки можно будет уложить. Сейчас я возьму кусочек. Классно. Ну вот. Посмотрите. Мы свернем колечки из лозы. Из ротанга. И потом эти колечки приклеим на салфетку. А для того, чтобы колечки получились одинакового размера, в качестве мерки мы используем маленькую бутылочку от сока. Миф, поможешь мне? Давай. Сейчас нужно обкрутить бутылочку колечком из лозы. А если у вас под рукой такой декоративной лозы нет, я думаю, можно воспользоваться простой бельевой веревкой. Из нее тоже получатся прекрасные колечки. Миш, сделай, пожалуйста, три оборотика и небольшой запас. Боря, а мы будем Мишу помогать. Отрезай, пожалуйста, кусочки клейкой ленты. И вот сюда вот тоненько их наклеивай. Не понадобится Миша. Здесь запас наверху и внизу. Хорошо. Вот так вот мы снимем. Помогите. Посмотрите, чтобы колечко не рассыпалось, до того, как мы его аккуратно скрепим нитками, мы его заклеиваем бумажным скотчем. Миш, а теперь возьми, пожалуйста, нитки. Для белого кольца мы возьмем желтые. И обвязывай, пожалуйста, колечко. Нужно завязать его в четырех местах. Дорогие родители, обратите внимание, умеют ли ваши дети работать с нитками, умеют ли они завязывать узелки. Наша жизнь изменилась. Шнурков на ботинках почти нет. Их заменили липучки. На куртках молнии. Дети почти не умеют работать с нитками. И даже бантик многим дается с трудом. Мы сделали большие кольца для добычи. Эти колечки, я напомню, называются калах. А вот эти вот игровые лунки. Чтобы приклеить получившиеся колечки, можно использовать универсальный клей. Но, я думаю, надежнее использовать клеевой пистолет. Единственное, что в этом лучше не просить помощи у маленьких детей, чтобы они не обожгли себе руки. Я не буду сейчас приклеивать остальные кольца. Я думаю, что это понятно. А давайте поговорим с вами о том, из чего могут быть игровые фишки. Можно попросить бабушку и взять у нее на время игры лишние пуговички. Можно использовать ракушки. привезенные из далекого путешествия. Эта коллекция как раз придется очень кстати. Например, из Турции. Да. Можно использовать бобы или фасоль. Фасоль бывает белая и красная. Я думаю, к нашему игровому полю лучше подойдет белая. Используйте любой удобный материал. Делайте калах и играйте с удовольствием. Желаем, чтобы именно в вашем калахе осталось как можно больше фишек. Путешествуйте с нами. Давайте разложим фишки. Пошлись в каждую руку. И давайте покажем нашим друзьям, как играют в эту игру. Боря сделал все абсолютно правильно. Игрок, делающий ход, берет все фишки из какой-либо лунки и раскладывает их против часовой стрелки в каждую попадающуюся по пути лунку. В свой калах фишка кладется, а в чужой нет. Нет. Фишки попадают на сторону партнера, и теперь он может и не ходить в свой ход. Если же случилось так, что последняя фишка упала в свою пустую лунку, а на стороне партнера в противоположной лунке есть фишки, то вот эти фишки можно забрать и положить в свой калах. И еще один маленький нюанс. Та лунка, в которую опущена последняя фишка, в следующем ходе не играет. Значит, партнер не может взять фишки из нее. Давайте попробуем. Боря свой ход сделал. Миша, давай ты можешь ходить. Борь, подожди. Миша ходит. Он упал в последнюю ею. Да, последняя фишка упала сюда. Я не могу сходить здесь. Значит, Миша может взять из любой другой лунки фишки. Например, из этой. И получится вот что. Это и есть. И еще я хочу сказать, что кто первый ходит, тот может забросить в калах. А его партнер не может. Правильно. Потому что у него уже есть здесь 7 фишек. А чтобы попало в калах, надо всего лишь 6. Правильно. Миша прав. В каждой лунке лежит по 6 фишек. И если мы начинаем ход со своей дальней лунки, последняя фишка опустится в калах. Боря об этом просто забынет. Игра продолжается до тех пор, пока у кого-то из партнеров не опустяют все игровые лунки. Тогда второй игрок собирает оставшиеся фишки в калах и подсчитывается выигрыш. Тот, у кого в калахе больше фишек, тот и выиграл. Я думаю, мы не будем дожидаться конца партии. Попробуйте сыграть в мангала сами. А если у вас остались вопросы, мы ждем их на форуме телеканала. Наше путешествие в Африку подошло к концу. Давайте прощаться. До следующего самодельного путешествия. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok